Город Причем город Обратите внимание Это единственный в мире город Где не только В разных уровнях Но и в разных средах Есть вот такие вот города Это Варшава Этот город был просто Стер с лица земли И все что вы видите Это только что построено Построено не только 50-й год Это город Который сейчас стал памятником истории А на самом деле Он весь восстановлен И весь вообще А вот это Это один из самых древних городов Это город Шипа Это небоскребный город Поэтому арабы считают Что вообще небоскреба не придумали Никакими американцами В каждом Блоке живет семья И если надо Еще один отстраивают Там Бессамана Ну теперь Несколько слов о том Вообще Какие города бывают Ну бывают крупные города Это огромные линии Москва например Это тоже крупные Вообще Почти все европейские города Крупные Почему они крупные Почему они крупные Потому что они От ядра Произошли В основе этого Лежит Какая-то идея Круга Вообще Когда мы режем Дерево Там круги Когда мы Кидаем камень К воду Там круги И это Данное нам Судя по всему Свыше Идея вот такого Круга Неслучайная Я показываю Здесь Что эта же Линия Идет К Гончарным Гончарным Избекам Средневековые Города Как-то у нас Такое было Представим Не знаю Как сейчас Но когда я учился Там говорили Что это были Ужасные города Помои на улицу И так далее Вот Видите Оказывается Это Средневеками Этот город Был нарисован Цветные здания Люди танцуют Называется Эта картина Амброджио Ларинцетти Город Прихорошим Паранит Но Есть еще Не круглые города Есть еще Синчатые города Это вообще Самый Древний город Где-то 6 тысяч лет До Ножер А откуда Вот эта сетка Пошла В общем От плетения Это Система Координар А система Вообще Считать Что синчатый город Он от Гиппадам Или это Греки Считают Но Цинорги Прилили Еще Совсем Дикие люди Правильно Я говорю Нет Они Значит Координатную Семь А Когда Стали Делать Ткани Все На координатную Все Вот Узор 16-25 Узор 25-35 Мало того Что это Перешло В архитектуру Так это Перешло И в компьютер И вообще Вся современная Наша Жизнь Она В большой степени Связана С координатной Семь Поэтому И Круг И Координатная Семь Они Заложены Не Придуманными А Насилино Заложены Связь Как только Приходили Военные Они тут же Делали Семь И поэтому Сельчатые Города В основном Полуниальные А вот С косточкой Города Это в основном Грех Теперь Города Города Вот Ввысь Они все время Стремились Водопровод Канализация Лифты Этого Не было Как только Появились Эти элементы Сразу Вот это Например Франк Плэйд Райт Полтора Километра Дом Но это Не дом Это Город Там Около Ста Тысяч То есть Это Город А это Арабы Том Что Построили 850 Метров Уже Готово Уже Там Значит Все А вот Так Все Представляли Вначале Вернее В конце Позапрошлого Века Американцы Город Будущего Что Тут Интересно Все Что касается Транспортных Уровней Все Так И Есть А вот Пешеходов Вот этих Пешеходных Их Практически Нет Практически Нигде Они Не сделаны И Людям Приходится Сталкиваться С Транспортом А идея Была В общем Сплошные Одна Система Для Людей А Другая Система Для Ну Рассказывать Ну Может быть Долго Вот Например Этот Архитектор Шипков Предлагал В 60-е Годы Для Сибири Для Районов Якутии Там Алмазы Появились И там Нужно было Новые города Строить Но не из Третьи этажек Вот так Строить Там Климат Другой Поэтому Предлагал Вот эти Пирамиды Знаменитые Я считаю Что они Даже сейчас Оставляют Интерес Это Вот Города Которые Мы Делали И Предлагали Характерная Задленность В том Что Это Не Распространяющийся Во все Стороны Город А Это Единица Которые Могут Если Надо Новые Еще Одну Если Надо Еще Одну Чтобы Город Не Рос Вот 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 Как Кором На Полпу Очень Много Фантастических Городов Вот Это Утгенбродский Такая Была Команда Очень Интересная В конце Восьмидесятых Вот Это У них Город А Вот Другой Город Мазда В Абудаме Комерат Он Совершенно Другой Это Совершенно Современный Город Причем Такого Экстра Экстра Класса Вот Центр Его Перекры А Вся Жилая Часть На Семиметровой Платформе Вся Пешеходная А вот Внизу Этой Семиметровой Платформе Там И машины И инфраструктура И все Там Внутри А Весь Город Весь Огромный Район Он Пешеход И там Кстати Университет Экологической Народности Огромный Центр Перекрытый Тоже Этот Норман Кростер Все это Проектировал Очень Интересно Бывает Города Линейные То есть Предложение Провести Инфраструктуру И подключать Везде Где нужны Города И так Через Всю Россию Дело в том Что Россия Вообще Линейная Страна Вообще В Европе 100 километров Прошло В другой Стране Здесь В России Несколько Тысяч Километров И ты еще Поэтому Линейная Система Это целое Интересное Направление Есть еще Такие Как бы сказать Города Экологические Ген Янг Такой архитектор Китайский Который работает В Юго-Восточной Азии Внутри Видите Там Развлечения А по бокам И мало Какого Еще Там очень Интересная Система Продувания Получается И не надо Тратить Энергию На Кондиционер Но это Вот просто Фантастическое Пирамида Кстати говоря Японцы Предлагают Пирамиду На 10 миллионов Житиков Прямо Довольно Я должен Сказать Что Вот эти Вот Экологические Абсолютный Их аналог Это Современные Лайнеры Крупные Лайнеры 10 Тысяч Населения То есть Там Примерно 5 тысяч Живет И 5 тысяч Обслуживает Но это Ценные города И там Очень Интересная Экологическая Система Экологическая Я Заканчиваю Сейчас Но Народ И Все это Не нужно Они хотят Жить Вот в таких Горах Горах На таких Площадочках Нормальных Дома Это Я Статистикам Ну И вот Все Историки И народ Их поддерживает Они хотят Восстановить Вот такую Вот Москву Но Восстановить Их К сожалению Невозможно Все Спасибо 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 Большое Желаю Георгиевичу Очень Спасибо 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 Большое Спасибо